В Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 873. События дня. Третья книга, старший, 14, 6. Я грозный посланник к Тебе за 7 мая 2017 года. И вот здесь, брат Сергей, я помню, переписку ССД. Вот, послушайте, там много сказано, переписка за два года. И ролики, которые за ними гонялся один. Буквально уничтожал. Хорошее время было, все потеряно. Вот. Сирахов, 37, 2. Не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. Вот как. А вот эти вот источек, две черточки. Это вчера у меня день так прошел. Вот наш трехтомник вышел. Ну, с откровением вместе. Это впервые за 2000 лет вышло такое. Нигде этого не было. Все проверил. И Господь так вот дал нам утолкование. На откровение собрал по святым отцам и современной ересью показывая, разбивая их. Отец Геннадий Фаст, его работа. Ну, и раскрасили Гюставо Доре, там 230 репродукций его. Десять классические, там репи другие. И 297 комментариев я даю. Комментарии рассыпаны на три книги. Тогда, если у кого нет возможности купить или что-то, как ему помочь-то? Где, на какой стихи дают толкование-то? И вот толкование это сейчас, по милости Божией, сделано. Сделал я. Выбраны все комментарии отдельно. Они раньше были выбраны в пятом томе «Открытым оком». И теперь отдельно комментарии. Ну, берется, конечно, местописание указано. И какое толкование дает Блаженна Феофилакт? Комментарий на толкование. На толкование Блаженна Феофилакта. И вот сейчас, допустим, я хочу показать как раз эту страницу 45-я. И вот какое предисловие сделал. Получилось три тома и на три тома. Это вчера первый закончил, уже отослал и уже выставляет его. Комментарии к толкованию Нового Завета Блаженна Феофилакта. Том 2, я сейчас над ним работаю. Что деяние апостолов. И вот соборное послание. И какая страница там в томе, чтобы легко было искать. Вот послание к Оринфянам этого оглавления. Кто не может приобрести трехтомник Нового Завета с толкованием и комментариями, для них это труд. Это время отняло много. Тогда я делал, а теперь это еще подправляю. Пояснение. Это взято из открытым окон том 5. Комментарии Игнатия Лапкина отделяются от толкования двумя строчками из точек красным. Вот как показываю. Комментарии с двух сторон взяты в квадратные скобки. Вот и Л показано. Кончается вот квадратное. Слова из толкования показаны большим размером. Черным жирным. Слова. Потому что комментарии даю на место любовь к Библии. Там где-то к Таинству, что означает. И о благовестии. Вот показываю. Но жизнью по Евангелию. Но вот такой шрифт о жизни по Евангелию. Это я уже увеличил, чтобы видно было, что именно, какое место будет с комментариями. Текст Святой Библии выделен курсивом, жирным. Текст. Красным светом в кавычки. Вот оно как. Это место в описании. Глава, двоеточная. Стих. Пробел, тире, пробел, кавычки. Вот взято в кавычки. Видите, это жирным. Жирным называется вот такое, когда... Вот рядом это не жирным, вот эти слова. Это жирным. Видно, что толстая буква как бы такая. Вот. А теперь курсивом это означает набок, на вверх наклонённую букву. И красным. Это из второго тома. Вот. Деяние 1.2. Лука указывает на то, что он не опустил ни одной из вещей существенных. И познаётся божественность и истинность проповеди. Вот на это я буду давать там комментарии. Вот теперь оттуда я всё вытащил это. Ну, отдельно всё. Всё из трёх томов. Пятый том я заключил. А это из второго тома Нового Завета. Потому что так дальше. И вот поместили то, из чего познаётся. Божественность и истинность проповеди. Божественность и истинность. На них я буду давать комментарии. Оно выделено и даже подчёркнуто. Видите, как хорошо. А потом отделённо. Вот дальше скобка. Вот она я показываю. Скобка квадратная где-то. Это означает, что это место я буду толковать. Не толковать, а комментировать. Ничего не добавляю. И вот теперь опять вот кавычки открыты. Вот кавычки закрыты. Откуда берётся. И дальше опять отделяется. С двух сторон отделяется двумя красными чертами. Чтобы легко можно было увидеть, где даю комментарии. Видите, сколько. И там тоже точно. И в книгах так. Ну, там красным нет. А таким. При этом он посылал их проповедовать. Я выделяю. Вот. Призвание. Я же учителя учить. Не тому, чего хочет ученик. Но тому, что полезно знать. Призвание учителя. Чтобы себя с собой не тянули. Дальше отделяется. Вот квадратные скобки. Господь посылает слух своих. Это уже комментарий начинается. Вот оно. Комментарии идут. Комментарии. Комментарии. Здесь вот то делает. Спасение брата. Вот спасение брата. Это я выделяю. На это буду комментировать. Вот скобка. Видите, квадратная. Вот она стоит закрыта. Теперь от текста основного опять двумя отделяю. Красным. Вот оно так получилось. Оторвало маленько на третью. Ну, неважное дело-то. А теперь деяния. 1 глава 11-12 стих. Я не привожу место писания. Время. Место тут много занимает. Побуждали их возвратиться наконец-то в Иерусалим на дело проповеди. Это блаженна фифалакт. Теперь я снова отделяю двумя чертами красными. И Эл Игнатий Лапкин. Жирным. И с квадратной скобки. Теперь вот это и дальше идет опять. Это комментарии. И так дальше. Вот место писания, которое. Жирным. Курсивом. Красным. И так. И так заново мне пришлось проходить это. Все это теперь под номерами. 45, кажется. Где-то я остановился сейчас было. Ну, видно, где она кончится. Слова благодати. Вот здесь сейчас мы были. Все. Это я уже показываю, где заканчивается. Поминайте наставников ваших. А вот он говорит. Блаженна фифалакт. Эти слова теперь я отделяю от своих комментариев. И комментирую. Начинаю. Вот она, комментария. Видите, какой большой. Вот. Закрыт. И все. Вот на этом месте я закончил. Тут будут красные две черты. Ну, а дальше. Выдвинут. Высок. Это уже все. Вот оно где. А, вот пропуск здесь. Вот эти как. Здесь вот надо, чтобы было две черточки, а их нету. А как быть? Ну, очень просто. Вот сейчас мы опять откроем. События дня. А вот она где. Вот. Теперь я ее копирую. Вот. Теперь это что мне нужно? Это отсюда взять. Копировать. Две строчки. Никогда это раньше мне не приходилось делать такого. Ну, а теперь я заново сюда вхожу. Вот оно где. И вот сюда вот. А теперь что? Вставить надо. Вставить. Вот оно. О, все. Деяние 14. Итак, второй том закончится, потом третий. Вот теперь дальше прямо на ваших глазах. Вот. Квадратные скобки. Ну, и дальше тут уже все уже не закончено. Отсюда я дальше пойду. Закрепить надо. Вот ушел у меня вчера на это. Я около 10 часов просидел. Весь день. С утра. И может быть 11 часов. Не знаю. Заседа. Это готовлю для тех, у кого... Да и так самому легко теперь будет искать. Да и все толкования, эти комментарии прямо идут в одну ленту. С первой, второй, третьей. Вот. Теперь мы возвращаемся. Марина пишет. Может, я что-то делаю не так, как хочет от меня Бог. Чувствую себя беспомощной. Я отвечаю. 2 Коринфянам 12.9. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Марина, что же это значит? Я глупая, необразованная, не понимаю. Для меня это красивые и умные слова. Но как их применить к себе? В чем я ошибаюсь? Как бороться с жалостью к себе? Мне ведь нельзя расслабляться и раскисать. Неужели я не отдала все на волю Божию? Тогда почему мне думается, что я бездействую и жду, жду непонятно чего? Просто верю и жду. У меня в голове проворачивается много вариантов развития событий. Но я отгоняю от себя эти мысли. Ну вот, опять я придумал Господу план, как Ему сделать для меня лучше. Теперь этого прекрасного варианта со мной не произойдет, так как Господь всегда делает так, как ты себе даже не представляла. И это, оказывается, наилучший вариант. Прошу Господу укрепить мою веру и направить меня путем истинным. Но не сопротивляюсь ли я воле Божьей относительно меня, сама того же не подозревая? Игнатий Лапкин. В «Житиях святых» много сходных примеров описывается. Анастасия Зарешительница с трудом пробилась в тюрьму, где был арестованный властями ее учитель, пресвитель Хрисогон. Она пожаловалась ему, что муж арестовал ее счета по указанию императора. И она совсем нищая, не может снять с карточки ни рубля. А учитель ее и отмечает, что и на нашей улице будет праздник. Нужно отсидеться и уметь ждать. Мужа посадили в командировку. Но шторм потопил его. И теперь ее счета разблокированы, и она начала щедро давать везде, выкупая или помогая узникам Христовым. Вот. А тоже думала, что я сижу делаю? Ничего нет. У Зарешительница. И что интересно, храм иногда строит заключенный в зоне, там где-то. Ей почет. У Зарешительница. А как? Ну, его бы выпустил, наркоманил бы дальше, блудил, пил, курил. Вот так вот. Ну, понятие такое. А я отмолился, она не помогает. Ну, кому помогать-то? Потому что ты не готов. Ты все вовред себе употребишь. Тебе полезно там сидеть. Называется сиделец. И ничего нельзя сделать. Владиславка. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хотя я не член вашей общины, хочу быть полезен. Поэтому откликнулся на вашу просьбу. Составил объявление с Божьей помощью из того, что знаю. Возможно, что-то из этого сгодится для окончательного варианта славы Христу. И дает он вариант, как составить. Сказать, лагеря-то нету. А как дать людям знать-то? Мы в деревне теперь. С родителями, дети. Я отмечаю. Составил. Он составил. Я теперь там выкинул. Он уже точно-то не знает, что. Но Владислав старался. Приглашаем родителей с детьми на летний отдых в православную деревню, основанную на русских православных благочестивых обычаях в экологически чистом районе. Поселение восстанавливано с нуля уже 27 лет. 200 лет назад оно было основано, а затем исчезло на 20 лет в 1972 году. Поселяются те, кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не сквернословит, не ворует. Для желающих же и поселиться предпочтение отдается молодым с детьми. Пребывание организовано на посильном труде и развивающих занятиях для детей и взрослых. Ежедневных купаний по нескольку раз при благоприятной погоде. По воскресеньям катания на лодках, занятия по изучению Святой Библии по Святым Отцам Православной Церкви. Есть храмы священники, сбор ягод, вечернее собрание у костра по пятницам. Здоровое питание и проживание в домах. Примем любую семью с детьми, независимо от вероисповедания и национальности. При соответствии вышеуказанным нравственным требованиям. Строгая дисциплина во всем. Требования к благочестивой одежде для всех. В этом году, 8 июля, там будет крещение готовых к тому в озере с полным троекратным погружением в воду. Кто желает приехать и разрешенно, тому выдаем путевку и маршрутку. Открытие заезда 10 июня 2018 года. Без официального разрешения приезжать категорически запрещается. Адрес Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка, Лапкин, Игнатий Тихонович. От города Барнаула 150 километров. От ближайшего разъезда железной дороги 4 километра. Все вопросы по телефону 8 961 230 70 60. Вот такое объявление почти в готовом виде. Но надо уже начинать распространять как-то. Галина Влеська. Христос воскрес! Мир вам, Игнатий Тихонович! Только что позвонила Марина Сергеева с Колей. Передает и поклон, и любовь, и большое желание быть с Колей летом у вас в гостях. Коля сломал ноутбук, уронил. Ремонт дорог для нее. Вот поэтому и нет у нее свободной связи с вами. Развод на 30 июля. Развод с кем, видимо, с мужем. И подумает об обмене в Барнаул. Муж объявил себя пророком со ссылками на отрывки из Библии. Господи помилуй. Муж бросил ее, главное, Марину. У нее одна рука повыше кисти. Родилась такой нету. Ну, ребенка нажили Коля. Ее бросил, а живет с ее дочерью, с Марининой, это вообще. И в церкви что-то помогает священнику. А ребенка сам, Мирянин, ну, простец, дома крестил. Ну, то есть такие завихрения даже никогда не придумаешь, что это такое. Трудится Марина в лавке. Сложного у них с госзнаками, то есть с деньгами. Когда есть, то священник дает ей 700 рублей. Просит приехать за Колей, брата Сергея Пупкова. Она вышлет ему разрешение на въезд в их город. Предложила им и такой вариант. Им самим доехать до кузни, а дали на машине со мной после 12 июня. Моей мамочке 49, 12 июня. И мне надо еще и на огороде взбодриться. Детского кресла нет у меня. Увы, порешаем. Можно их отправить автобусом с кузни до Барнаула. А я следом на своей машине. Прошу молиться. Вот видишь, какие варианты берут. А она где-то там, Зеленоград какой-то или что-то в Красноярском крае. Вот. Варианты всегда определит Господь. У нее пенсия и алименты 14 тысяч рублей. Из них 5 тысяч рублей отдает за квартиру ежемесячно. А остальное на еду, школу и одежду. Жестко, но она старается прожить. А вот на билеты вместе с Колей не получается выкроить средств. Господь, пошли любезных благодетелей Марине с Колей на приезд по Теряевку в трудовые гости. Благослови. Слава Богу за все. Аминь. Видите, как еще молятся. Рустик, мир вам. Мне-то это зачем-то вот это приглашение. У меня жены и детей нет. Он недавно крещение получил. Разве что только другим желающим передать. Ну вот и сам догадался. Ну а кроме того, еще и сам можешь приехать на лето пожить. Помочь тут что-то. И отдохнуть. Игнат Тихонович. Вы вчера на занятиях по Библии в скайпе. Мне сказали, что вышлите мне информацию о имени Рустик. Он там был Рустам, а теперь Рустик. Ну и как? Четыре буквы сходятся первое. Ясно другое? Нет. Спаси Господи. Александр Марьясов. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Дорогой мне человек. Все ваши гонители, они не оставят ни вас, ни всех тех, кто входит и в круг вашего общения. Никогда. И причина этому одна. Зависть. Спаси, сохрани вас, Господи. Ну и понятно, у них ничего нету. Ну нет ничего. И поэтому они вокруг меня, вокруг нашей колокольни, жизнь такую из себя обрели. Мир дома вашему. Вот так взяли мир. Я отвечаю. Память священномущеника, пресс-фитера Рустика. Отмечается 3 октября по старому стилю. Или 16 по новому стилю. Жития его на этот день нет. Ну, у меня нету здесь. Известно ли, что был он пресс-фитером и казнен в 96 году в Париже. В 96 году, новая эра. От Христа. Перевод этого имени означает деревенский. Из Греции Дмитрий говорит. Христос придет вторично в том же теле или в ином? Вот из Греции вопрос. Я отвечаю. 1 Коринфянам 15.51. Вот он ответил. Моего слова ни одного нет. Вот я не видел ни у кого еще из православных, чтобы так отвечали. Оригинально. Ну, к чему же не оригинально-то? А почему так делать? Потому что не ко мне пришли, а ко Христу. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит и мертвы воскреснут нетленными. Значит, мертвые нетленными. Запомним. А мы изменимся. А остальные, кто не умерли, те живые, прямо вдруг изменятся, тела будут тоже такие нетленные. 1 Коринфянам 15.20. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первенец, значит, похоже будет. 1 Фессоникистам 4.14. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ага. 15-й, ибо сим. Ибо сим. Все говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласте Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живы вместе с ними, восхищены будем облака, на облаках, в средине Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Здесь уже дается прямо конкретно, как это будет выглядеть. Кто, как, ну все, везде говорится, что изменимся. Ну, в этом же самом теле. Я, я во плоти моей, никто, мои глаза увидит его, говорит Ев. У Евы, в книге его написано. И дальше, Филиппийцам 3.21. «Которое унищеженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою которой он действует и покоряет себе все». Вот это доказательство, что будем похожи на него, на Господа-то. А люди-то будут нетленны, про людей больше сказано. Ну, значит, Господь такой же. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти». Ну, если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем, который Господь жаждал, есть хотел, засыпал, такого уже не знаем. То есть в новой плоти этого нет. Она новая, но та же самая. Вот так эти места я выбрал и сразу этому Дмитрию выслал. Иоанн 20.19, тоже первые недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты от опасений от иудеев. Пришел Иисус и встал посреди и говорит им, «Мир вам!» Вот тут не оторвано что-то. Иоанн 20.27. Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри в руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, не будь неверующим». Но верующим. Значит, тело с этими, какие были у него порабоденные руки, так и осталось. Значит, в том же теле, но измененном. Вера, «У меня супруг и сын некрещеные. Супруга покрапили, а сыну на голову полили с ладошки и голову помощили. Нас и крестить нельзя было, все безбожники. А супруг до сих пор слышать не хочет, что он некрещеный. Одним словом, страна язычников, мнимая, православная». Наталья Усатая, «Так это попы их такими сделали. И мои дочки моченые, а сына вообще нет». Я хочу, чтобы они осознанно приняли христианство. Это такая радость, когда принимаешь осознанно по Евангелию, а не так. Так к вере относятся тут, не усатая. У той дочки-то и нету. Да, все так, Вера говорит. И как от этого больно смотреть на все это безобразие. Хочется выйти, как тот уличный из Америки-то. И крещать попам, «Что вы сделали?» Знаете правду и толкаете в омут головой. Наталья, «А мне так и хочется с горящей сковородой, да и трястать в лоб». Елена Фаур, «А мне хочется ему шампунь дать. Хоть польза будет, голову промоет». Новый Завет от Матфея, Святое Благовествование, глава 15. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Вот это про яму. Вот виноват, батюшка. Нет, оба упадут. Оба, оба. Как бы это все выдержать, это безобразие. У Игнатия Тихоновича, сколько терпения, столько лет видеть, крещать священникам, и как горох, как горох об стенку. То есть меня жалеют. Действительно, я полвека крещу. Наталья Усатова, «Ничего, и на нашей улице будет праздник». Вера, «Я не знаю, насколько мне терпения хватит со своими священниками. Я уже с ними начинаю общаться, молюсь о них. А что дальше будет, один Господь знает». Наталья, «Вы еще в Европе не видели, что творят эти батюшки? Так волосы на голове все бы выпали». Вера, «Игнатий Тихонович, вы мою фамилию можете писать открыто, я их не боюсь, а я здесь не пишу Митрохина, а просто пишу «Вера М». Ну, а почему? Ну, так, потому что эти, которые недруги нападают, они рыскают, как волки дикие. И кто со мной вокруг меня и вдруг видит новую фамилию, они сразу на него и начнут... Что мы не церковь, мы там еретики, то есть всякую мерзость собирают в интернете, а Духа-то Святого их... Они не касаются его, он бы Дух Святой показал, что это ложь, собирают это, а им разницы никакой нету. То есть покинутые. Елена Фавр, «Великий пост разве крестят? В конце поста вроде?» А это так ответили на мой коммент на крещение. Живут на реке, оп, какое-то. Вера, тогда я пишу уже, «Вера Митрохина». Там она говорила, «Ну, я боялся, ее не показывал, я так и делаю сейчас. Это помещение похоже на клуб сельский». Елена Фавр, «Слов нету, я в смятении». Вера, «Да и люди сидят, видно, что безбожники. Ужас, что происходит». Елена Фавр, «Ох-ох, вот там бина купель в виде чашки. Это бывший храм, сейчас, наверное, клуб». Наталья, «Господь им судья». Елена, «Я не сужу, поскольку не судья, Игнатий Лапкин, а обманщики и бракоделы смертельные». Вчера вот такой ролик поставили, Германия. Зашел один, полтора часа почти беседа, называя себя мудрыми, обезумели. Вот он принадлежит к этим пятидесятникам, к какие-то сионские еще там. И своего одного, который руководитель у них, главарь-то, чтобы назвать апостолом. Ну, то есть, ну, такая бредня, такое безумие. Наш трехтомник толкования, вот он где. Где Сава Даре показываю. Ну, вот на это все. Сегодня. И нужно показать, нужно просто показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Вот, друзья, Ольга, па. Никакой Ольги нету. Зачем? Да никак она. Отклонить, да и все. Ни имя, ни фамилия, ни фотографии. Все ложь. Одна ложь. Вот это, то, что позволили там ники, аватары, по-любому называются. Океан лжи. Это вот все Антихрист к этому добавляет. Ложь от сатаны. И вот это все, которые аватары, они свое имя вставляют, это все лжецы от сатаны. Это подготовка к Антихристовой воле, которую он разольет во всех. Пожалуйста. Прящется теперь все. Невидимку сделали, зайдет, и не видно, кто в моем мире. Капюшон надвинутый, за эти денежки платят. А то вот второй есть такой же у меня листик, Игнатий Лапкин. Там с голубью, а общаться вот здесь надо. Ну и вот тут много уже выставили православное общество, вход в церковь, истинное. Истинное крещение. Вот так. Это дальше у нас что есть? Форум. Большой форум, 1600 тем. А это наш канал. Православный видеоканал. Ну а сегодня у нас 19 250 подписчиков. Вот. просмотров 18 миллионов, 975 тысяч. 134. Ну и... Еще надо где-то здесь посмотреть, где у нас... А что же его нету-то? Ооо. К истине. Это не то, открылось. Надо не это, а к истине один. Это наш православный библейский сайт. Вот он где. Самое ценное, это вот 4124 вопроса и ответа. Очень богатый. Сейчас у нас по определенной тематике. Тут я маленько озвучиваю. Видите, работа какая идет. Большая-большая. Дети. И как, куда оно делось все? Никого нету. Христос воскрес. Вот это сестра Татьяна проверяет меня. Ну ничего себе. Там были у меня вопросы заготовлены, исчезли. Почему, не знаю. Ну тогда я опять захожу сейчас в этот вот вид. Это какой у нас были дети. Сейчас я посмотрю, дети. 13 пункт, лагерь Стан. Вот теперь вопрос. 1299-й. 4-й том открытым оком. Как родителям определить, с какого возраста и в каком случае применять физическое, телесное наказание? Это мне в университетах задавали вопросы. Вот я отвечаю. Ответ. В нашей книге к истинному православию в главе о семье подробно говорится об этом. У нас действует 29 лет детский православный трудовой лагерь. Ну тогда было. А теперь уже 45 лет и его нет. Учитывая, что в деревне мы, 46 вполне можно считать. Видите, сколько это лет назад было. Я являюсь его создателем и начальником. Постепенно сдаю все свои полномочия молодым братьям и сестрам. На все в лагере уже составлены правила. Уставы и молодые очень хорошо справляются со своими обязанностями без моего вмешательства. В нашем лагере применяются физические наказания. Как пробежать за листочком вместо платочки. Нет у него. Пробежать надо. Листик сорвать. Стоять на вахте. Когда легли спать и говорят там или засмеялись. Это одеться и на улице постоять с палочкой, как с оружием. Дополнительная работа. Лишение еды. Ну не работал, не хотел пилить там или что-то в огороде копать. И купание, лишение, потому что нарушил он там правила, бежал по пирсу, а мог сорваться им. Или просмотра фильмов. Наказание крапивой и сеткой о войске. Или запрет приезжать когда-либо в лагерь. Наказывать может старший воспитатель, кроме крапивы и сетки. То есть остальное пробежать могут. А вот физически так, чтобы наказать крапивой сеткой, за 45 лет никто не имел права. Это лично моя прерогатива, что я оговорено уставом. Наказание детей это настолько тонкое дело, что я никому не смог его доверить за 45 лет ни разу. За 46. За все эти годы ни один ребенок не был наказан несправедливо. Что они подтверждают в присутствии приехавших за ними родителей. Я родителей ставлю около себя, а ребенок подальше от меня, чтобы не боялся. А он смеется, стоит. Если возникает самое маленькое сомнение, что ребенок виноват, я никогда не решусь его наказать. Если Бог не пошлет такого мудрого человека, любящего детей, который мог бы меня заменить в роли экзекутора, то дальнейшее существование лагеря ставится под сомнение. Без физического наказания ни лагерь, ни школа не могут дать нужные плоды. Видя, как неразумно поступают родители, дергая детей за уши, за волосы, бьют рукой, пинают и кричат, хочется криком кричать «Прекратите и убойтесь Бога!» Наказывать всегда нужно без гнева, с детальным рассмотрением, проступкой и с рассуждением. Наказывать нужно только тогда, когда ребенок точно знал, что этого делать нельзя. И нарушение уже не первое. Наказывать нужно за дерзость и ложь. Японцы советуют раньше трех лет не наказывать, чтобы ребенок не был запуганным. Удивительно, что нет у нас по этому вопросу никаких курсов ни в церкви, ни в городе. И все как огня боятся этих слов – наказать ребенка, хотя все наказывают. Евреям 12.7. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Притча 10.13. «В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга». Притча Соломона 13.35. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притча 22.15. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Притча 13.14. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Притча 29.15. «Розга и обличение дают мудрость, но утрак оставленный в небрежении делает стыд своей матери». Вот Пилипенко, профессор новосибирский, лечит розготерапию от пьянства, от наркотиков, от всего. Это уже применяется, говорит, тысячу лет в Европе. Ну вот на этом все на сегодня. Богу нашему слава!